В прошлой серии я остановился на таком результате и конечно же, я когда-нибудь закончу эту работу, но не сейчас. Сейчас я объясню почему. После выпуска 20 серии прошло 7 месяцев и возможно у Вас уже возникло ощущение, что я не буду продолжать этот сериал. Но это не так. Я собираюсь продолжать записывать его, но сейчас я хочу объяснить, почему начиная с 7 серии, начал демонстрацию создания обычной прически с нуля. А не с помощью Hair Cards. В то же время, на обложке написано Real-Time Hair. Уже несколько человек меня спрашивали об этом, в том числе и подписчики на Patreon. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Смотрите, я точно не помню, но по-моему именно тогда уже появилась поддержка Alembic Hair в Unreal Engine 4.27. На создание которого я тоже рекомендую сфокусироваться. Потому что создание Hair Cards, это тоже конечно интересное и прибыльное занятие. Но как Вы знаете, всегда параллельно развивалось обычное направление в создании Hair Strands. И теперь их можно импортировать в Unreal Engine как есть. Да, и скоро даже все игровые студии откажутся от Hair Cards в пользу Alembic. Ведь он дает более натуральный и реалистичный результат. Поэтому начиная с этой серии, я поставил цель сразу же охватывать две темы, а не развивать их параллельно. То есть я начал показывать workflow, который я часто использовал в студиях, с которыми я работал. Ведь часто, обычного фотореференса недостаточно для понимания того, как будет смотреться прическа на персонажа. И если у заказчика есть время, такой workflow будет более эффективным и даст более лучший результат. Нежели сразу процесс создания Hair Cards. Как раз в статье я рассказывал, что я постоянно экспериментирую с workflow и каналы это чистая импровизация, много со временем. То есть я делаю то, что мне интересно и делюсь этим с Вами. Этот workflow полезен тем, что в итоге у заказчика будет две модели. Одна с Hair Cards, другая с Alembic Hair. И он всегда сможет перейти на современные технологии. Плюс это очень хороший референс для анализа прически на персонажа и быстрых правок. То есть, благодаря своим экспериментам, я придумал очень классный workflow, который требует немного больше времени, чем обычный. Но он дает лучший результат, если Вы действительно хотите создать что-то крутое в портфолио и этим привлечь клиентов. Если Вы помните, то у меня есть такой плейлист, в котором я загружал процесс создания Realtime Fur. И там я остановился на 8 серии. В которой я как раз показывал процесс создания обычной шерсти. И там тоже мог возникнуть вопрос. А зачем? Ведь где-то в 4-5 серии я закончил демонстрацию работы с Hair Cards. И как бы можно было на этом остановиться. Но я начал создание обычной шерсти и как раз там бегло объяснил, зачем это нужно. Да и теперь, я думаю, после моего рассказа тут, Вам тоже все стало ясно. Этот workflow помогает понять, как вообще формируются волосы, как они растут, как строится вся структура и фактура. Благодаря этому пониманию, Ваш результат с Hair Cards будет намного лучше, чем у тех, кто не понимает этот момент. Именно поэтому я придумал workflow, в котором берется реальная прическа, как референс. И благодаря некоторым инструментам Warnatrix, которые я покажу, она используется для создания Hair Cards. Причем очень точного создания референсов. Я уже использовал этот workflow в некоторых студиях. И да, он требует больше времени, но результат того стоит. Потому что Вы реально можете выбрать каждый пучок референса, проанализировать его и воссоздать в своей прическе с Hair Cards. Сейчас я покажу на примере, как это работает. И как я говорил в статье, это будет последний урок по Hair Cards. Да, я продолжу создание прически этого персонажа, скорее всего после того, как закончу коллаборацию с Самиром. Да, я записываю весь процесс создания прически для его персонажа и планирую выложить все части в ближайшее время. В общем, о том, что будет происходить на канале в этом году, мы поговорим в отдельном видео. А сейчас я хочу показать принцип работы с этим workflow. Как Вы помните, в 7 по 20 серию мы создавали обычные волосы. То есть использовали Strands workflow. Если их сейчас выделить, то мы увидим, что там нет Hair Cards. Их Вы можете экспортировать в Unreal Engine и так далее. Для использования этой прически в новом workflow, Вам нужно ее экспортировать в Alambic. То есть выделяем самый верхний оператор в стеке и экспортируем. Я уже сто раз это показывал, так что не буду останавливаться на этом. Потом переходим в 3ds Max и уже в статье я объяснял почему. Статья также будет доступна на английском языке. Так что мои иностранные друзья, можете не волноваться за это. Опять же, если Вы хотите работать в Maya, сейчас я покажу инструменты, которые Вам пригодятся для этого workflow. А потом уже пойдем в 3ds Max. Так, в Baked Hair я поставлю значение равное 1 для параметра Display Fraction. Чтобы видеть 100% волос в Viewport. Итак. Что можно делать с этими референсами и как заниматься анализом каждого пучка. В ArtAtrex есть инструмент изоляция, который как раз позволяет изолировать выбранную часть. Благодаря этому, мы можем детально рассмотреть этот пучок и воссоздать его с помощью Hair Cards. И я думаю, Вы будете согласны со мной в том, что это очень удобно. Нежели просто смотреть на фотографию и пытаться понять объем, форму и так далее. То есть Вы прямо создаете Hair Cards и выравниваете ее по этому пучку. Да, это занимает больше времени. Но результат получается намного круче. Лично я, когда делаю проекты в свое портфолио, не ставлю для себя сроки. Всегда есть цель сделать качественно. Конечно же, есть факторы, которые могут помешать этому. Но в последнее время, я очень стараюсь себя не ограничивать и прямо выдать конфетку. Ведь всегда видно, когда Вы работаете с любовью над своими проектами. А это привлекает классных клиентов, которые готовы за это платить. Делайте свою работу круто и Вы никогда не будете сидеть без заката. Даже в некоторых студиях мы так обсуждали. Сначала качество, а потом уже оптимизация. Ведь да. Игры всегда требуют оптимизации, если это Hair Cards. И иногда потом приходится урезать качество. Но это уже другая тема. Философствовать тут можно долго. Так. Стоп, Андрей. А что там с 3ds Max? Спросите Вы. И почему нельзя использовать твой workflow в Maya? Я уже объяснил это в статье. Maya до сих пор нет branching и я не знаю, когда ее добавят и добавят ли вообще. В статье я уже писал, что разработчики не так заинтересованы в этом. Потому, что на самом деле спрос на Hair Cards начинает падать. И недавний выход демки Матрицы на Unreal 5 показывает то, что скоро, причем в ближайшее время, игры будут использовать полноценный стенд workflow. И Alembic Hair в Unreal. Я думаю, разработчики Anatrix не зря делают возможность создавать волосы прямо внутри Unreal на MetaHuman. Это заставляет задуматься о многом. Но опять же, я не буду сейчас разводить дискуссию по этому поводу. А просто перейду в 3ds Max и покажу, как это круто работает там. С помощью branching. Я выложил эту сцену на Patreon. И когда Вы ее откроете, то увидите такой результат. Сейчас я Вам расскажу, в чем стоит разобраться в этой сцене. Естественно, у Вас не будет этой головы и я думаю, что причина понятна. У Вас будет такой скальп, к которому будут прикреплены несколько слоев. Я уже рассказывал, как их получить с помощью branching. То есть есть main guides, с помощью которых мы управляем всеми слоями. На этих гидах есть группы, на каждой из которых назначен разный слой. Если сейчас показать все гиды, то Вы увидите основную группу, к которой привязан первый слой. И второстепенные группы для детализации прически. Также есть слой, который включает скрученные Hair Cards. Он используется для создания плавного перехода между разными слоями. Да, это не законченный проект и я думаю, что прочитав статью, Вы понимаете, почему я его не закончил. Но его хватает для того, чтобы разобраться во всем workflow. Так, с тем, что есть в сцене разобрались. Теперь давайте поговорим о том, для чего мы создавали референс в мае с 7 по 20 серию. Вы уже знаете, что этот референс мы загружаем как олимпик. Если Вам что-то не понятно, Вы всегда можете задать вопрос в Discord. Если сейчас я сделаю Unhide All, Вы увидите все волосы референса. Кстати, экспортируем не 100% количество волос, а чуть-чуть меньше. Вам это не нужно. Например, короткие волосы здесь не играют роли. Просто используются для понимания, что получается в конечном итоге. Если Вы хотите разобраться, как экспортировать меньшее количество волос, а не 100%, то можете посмотреть это видео. Там я рассказывал, как регулировать процент для экспорта. Кстати, в 3ds Max для Baked Hair нет Isolation Tool с Height и Unheight. Это особенности дизайна. Если хотите узнать подробности, почему, пишите в комментарии. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Здесь все работает в Edit Guides. То есть, производительность все окей и не нужны отдельные функции. То есть, мы просто в Edit Guides выделяем нужную часть и скрываем все лишнее. В итоге, у Вас останется определенная часть волос, которые можно анализировать. Ведь, когда мы смотрим на фото, не всегда есть возможность рассмотреть определенную часть со всех ракурсов. Благодаря этому референцию, мы можем все рассмотреть и сделать более качественную прическу. То есть, даже здесь, мы можем продумать правильное размещение Hair Cards. Согласитесь, придумать это из воздуха менее удобно. Также, изоляция круто работает из Brunched. Например, я хочу изолировать эту часть для удобства работы. Что для этого нужно сделать? Для начала, переходим в слой Main Guides. Выделяем нужные гиды. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-I, чтобы инвертировать выделение и скрываем. В итоге, как можете заметить, мы изолировали только эту часть. С ней можно работать, расчесывать и так далее. Опять же, я не буду сейчас останавливаться на всех нюансах branching. Так как, уже есть отдельное подробное видео об этом. В этом и заключается весь workflow. Вы изолируете нужные Hair Cards. В самом референции выбираете нужную часть волос и просто повторяете форму. Например, Вы хотите воссоздать этот пучок. Создаем гиды рядом с ним. У меня они уже созданы. К этим гидам я прикрепил Proxies Twist Hair Cards. Почему именно этот тип? Потому что именно с ним получается передать весь объем данной части. То есть, при попадании пучка света, на нее Вы будете видеть объем, а не плоские Hair Cards. Причем, Вы можете воссоздать несколько таких прокси и для каждого настраивать свой угол скручивания. Сейчас у меня они одинаковые. Но посмотрев урок по branching, Вы поймете, как на каждый гид сделать отдельную группу и применить разные прокси. Поворот делаем в соответствии с референсом. В данном случае, как можете заметить, мне достаточно одного прокси. Естественно, мы видим часть волос, которая отделилась. Поэтому, тут нужно создавать еще отдельную Hair Cards, которая будет направлена таким образом. Я думаю, теперь Вы согласны, что это очень удобно и позволяет точно воссоздать нужную прическу. И надеюсь, теперь понятно, почему я потратил время на запись стольких частей и сделал это, как продолжение урока по Hair Cards. Какой workflow использовать, конечно же решать Вам. И статья поможет в этом разобраться и сделать свой выбор. Ведь там я достаточно подробно рассказал о разных вариантах и workflow, которые Вы можете выбрать. Рассказал, какими способами можно запекать текстуру и так далее. Глава так и называется. А что же делать тем, кто ждал новой серии и пытается поднять современный workflow в создании Hair Cards? Там есть даже видео. Стадия обязательно выйдет на рендеру в более нормальном оформлении. А также на других площадках. В том числе и на 80 левел. Увы, на Patreon почему-то, когда пишешь текст, можно вставлять только фото, но не видео. Поэтому там статья имеет кучу ссылок о не встроенных видео. И если у Вас есть вопросы, то задавайте их в Discord. Но лично мне кажется, что все, что возможно, я уже рассказал и желания еще больше это разжевывать уже нет. Я в статье объяснял почему. И это все, что я хотел рассказать о этом workflow. Далее я выпущу серию о том, что стоит ждать от канала в 2022 году и какие у меня планы. Кстати, даже если в планировщике слов проверить популярность запроса по Hair Cards по самым трем популярным странам по просмотрам. То Вы увидите, что там небольшое среднее число запросов в месяц. Например, тот же Blender имеет 450 тысяч в месяц по тем же странам. А 3D Max 40 тысяч. Хотя слово Blender имеет много значений. И если проверить Blender 3D, то тут уже будет 27 тысяч. Это если говорить о YouTube и Google. Так что делайте выводы сами. И это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.